без оборота на меня. Лицо, запятая, сделавшее при поручительной надпись не несет ответственности за оплату чека. Вот, и оказывается, есть такое понятие «золотой вексель». Он должен быть обеспечен золотом. С золотым тиснением на лицевой стороне. В кавычках «золотой акции». Возможно, это и есть золото. Золотой вексель, паспорт, чек. В паспорте есть, красированный. Вот эти паспорта, это векселя однозначно. Именно чек. То есть, если мы ставим паспорт на Папани и вкладыш, но их нет у этого вкладыша. А где вкладыш? А он должен быть со сведениями о паспорте СССР. И куда-то ныкают. Заметь, прошито красными нитками. Там пунктирный. Само вот паспорт — это какое-то учреждение. Готов в десятину отдавать в течение десяти лет. Все. Должен ты был, стали тебе должны. Бланковые векселя. Прям есть такое понятие. Бланковый вексель. Никаких арестов на квартиру не было. Месяца не прошло, прилетел арест. Если регистрации нет, то типа ты сам отвечаешь за это имущество? Получается так. Как только я затронул тему снятия операционной с регистрации в своих видео, и всем стало интересно, снял я операционную или нет. Почему? 6-9 тысяч актов нормативных уничтожается. И платильщикам по этой бумаге сделали нас же. Для этого жесть вообще. Эмитент, векселя датель, чека датель. Срок платежа у нас есть в конце паспорта. Где? Выделяются деньги из бюджета. Вуаля. Без подписи вексель считается недействительным. Поэтому они регламент быстренько поменяли. Иди отсюда, пока никто не увидел. У них в глазах и в мыслях только одна цель. Побольше бабок срубить. Субтитры делал DimaTorzok что-то интересным поведешь. Ну, ты что там сейчас записываешь? Давай через 5 минут тебе перезвоню, пока поднастроишься. Я за компьютер сядал. Там уже более детально, маленько на постановление, чтобы на шпаргалке были, так сказать. То, что информация. Я тебе говорю, я тебе вчера хотел позвонить, сказать, а сейчас за сегодня, за весь день, пока копался, еще накопал. Подожди. В двух словах самое важное. Что там у тебя за информация? Золотой вексель. Паспорт. Чек. Паспорт и есть. Красированный. Что значит красированный? Это значит, две полоски по нему проводят. И в зависимости от того, какая организация будет оплачивать, там могли кредитную организацию указать, должны были в чеке, если это красированный чек. Но, опять же, у нас вот эта полоска между 19 и 18 страниц торчит. Вот, которая ламинирована у тебя, страница в паспорте, у нее хвост торчит между 19 и 18. И вот, либо там о том, что чек погашен, отрывается квиток, либо там кредитная организация вписана, либо вот эти две полоски, она одна получается с ламинированной стороны сверху, красная, и потом она загнутая вылезает в обратную сторону. Вот. Возможно, все, что вот между вот этой загнутой и ламинированной страницей, все тоже идет в счет, кто является выгодоприобретателем в итоге, в зависимости от того, сколько там печати-то она ставит. Вариантов масса. Я, кстати, про надпись без оборота на меня нашел прямо в документе в одном, вот как она расшифровывается. В каком? Это постановление Совета Министров 1986 года, сколько я его не вбивал там в консультанте еще где-то, почему-то не высвечивается, что оно утратило силу. И вот по этому постановлению, если его полностью перечитать, детально могу, сейчас чуть попойте зайду, скажу, если уж походу записываешь. Там указано, что в случае, если в чеке платильщик, вот мы когда расписываемся там, я так понял, нас как за платильщиков подтягивают по вот этому документу. И там так и указано в этом постановлении, что в случае, если платильщик не несет ответственность своим имуществом, не оплачивает тот, кто расписывается, то указывается соответствующая отметка без оборота на меня, прям дословно. Ну то же самое. Посмотрел фотографии посмотреть, если паспортов со всего мира, первую лицевую обложку. Я просто задался вопросом, почему именно такого цвета? Я смотрю, они все почти золотые. И оказывается, есть такое понятие золотой вексель. И чтобы этот золотой вексель выдавать, он должен быть обеспечен золотом. И такая лицензия выдается, генеральная лицензия выдается на выдачу таких векселей. От кого кому? А это я уже подробности не знаю, от кого кому. Вот эти паспорта, это векселя однозначно. А когда я начал в эту тему всю вникать, там просто такой лес древнючий. Потому что этот паспорт, в зависимости от того, где какая закорючка стоит, в том числе и форма 1П туда же приходит. Этот документ, я так понял, может меняться, имеет значение полностью. И вот если мы вот это постановление почитаем, вот ламинированная страница, она очень подходит под именно чек. То есть в Америке вообще там это распространено, даже зарплаты чеками выдают. А у нас об этом ни слова. Еще информация вот по этому паспорту. У нас там должен быть какой-то вкладыш. Вот, потому что если описание бланка паспорта гражданина Российской Федерации читаем... Сейчас рекламная пауза. Вот, второй пункт. Внутренние страницы бланка паспорта и вкладыш. Имеет видимое на просвет изображение общего водяного знака, содержащего три рассмотрения в проходящем свете объемные начертания букв РФ. То есть на просвет смотришь, там РФ на этих страницах. Вот, то есть и здесь есть и указано, что внутренние страницы и вкладыш. Вот, дальше пункт, третий абзац, второй, третий. В верхней части второй и третий страниц, в верхней части левого и правого разворота вкладыша способом высокой печати. Это, сейчас сначала прочитаю, нумерация бланка паспорта состоит из трех групп. Вот эти красные цифры. То есть если мы ставим паспорт на папа, а не так, как вот, почему-то он в курсе, да, вот этих дел? Что весь паспорт ты читаешь в таймя, как книгу, а вот эта вторая, третья, так называемая страница, они, кстати, не пронумерованы, что она вторая, третья. Их нам надо смотреть наоборот, ложить. Но если мы его все-таки поставим так же в таймя и будем смотреть, как все от страницы, а его надо так смотреть, потому что вот здесь в этом положении написано, что нумерация бланка паспорта представляется в верхней части второй и третьей страницы. Вот, то есть это верхняя часть. И в верхней части левого и правого разворота вкладыша. То есть здесь должны быть еще какие-то страницы, которые пронумерованы точно так же в серии номер паспорта так называемого, но их нет у этого вкладыша. Я вот задумался, может мне его сюда самому этот вкладыш ложить, но нет. Здесь еще должны быть в нижней части пятой, двадцатой страницы вкладыша, в нижней части пятой, двадцатой страниц, запятая, вкладыша, запятая, заднего форзаца и обложки способом лазерной перфорации. То есть вот эти отверстия, серия номер паспорта пробиты на всех страницах двадцати, и вкладыш должен тоже быть пробитым. Страниц я двадцать здесь не считал, а где вкладыш, форзац пробитый, где вкладыш? Возможно, это вот тот самый вырезанный между девятнадцатой и восемнадцатой страницей. Я вот не пойму, то есть у меня вот в паспорте этого вкладыша нету, а он должен быть, согласно вот этого описания. Ты не в курсе вот этих дел? Слушай, ну я вот в интернете поискал сейчас это, вкладыш в паспорт РФ. Тут интересная картиночка вышла, тут написано, что место рождения, город такой-то, область такая-то. Самодельные. Подожди, не перебивай. Знаю, не любишь этого. Я тебе важную информацию читаю, ты меня перебиваешь. Ну наберись терпения, научись слушать людей. Я устал об этом говорить людям. Я тебя внимательно слушаю и не перебиваю. Я понимаю, если бы у нас с тобой между собойчик, я бы уже вообще ни слова не сказал, перебивай сколько хочешь. Но если мы записываем важную информацию для всех, то давай разговаривать по очереди. Антон, слушаю, я тебя слушаю. Я тебе что, это, рассказываю, какие у меня носки или что, я тебе важную информацию про вкладыш рассказываю, которая и тебя и всех интересует. Тут написано, место рождения, город такой-то, такая-то область РССР. Дальше что-то тут непонятно. Страна РССР, а, страна вообще СССР, республика РССР. Короче, я так предполагаю, вот этот вкладыш и есть в настоящее удостоверение личности. То есть, скорее всего, это какой-то типа вкладыш, который делается на основании паспорта СССР. Так, а где эту картинку можно найти, как ты вбил? Я смотрел вкладыши, просто мне СССР не попалось, республики попались. Так, а где тебя найти, где ты мне вообще позвонил? Я с группы, номер нашел в группе, я тебе не первый раз звонил уже. Ну понятно, а где найти тебя, где тебе отправить ссылку? Я тебе ВКонтакте сейчас напишу, давай, добро. Да, добро. Ну, чтобы там на связи быть, соответственно, разговора. Так, и что, ну понятно, что вкладыш отсутствует, никто его не видел. Вот, но он там должен быть. Сейчас, еще момент, я вот тоже такую тему понял. То, что касается вексельного законодательства. Вот у тебя Игорь, получается, на канале тоже ролик прям понравился, у него информация, как протоколы, где где векселей составляют. Там, получается, мы когда читаем закон, особенно о векселях, там, где стоят кавычки, это значит, может быть вставлено любое слово. Вот тот же, вот на бланк мы смотрим на лицевую сторону, Российская Федерация, паспорт. Согласно законам о векселях, там должно быть указано, что вексель переводной или простой. И вот вместо этих вексель переводной или простой, можно вставить паспорт Российской Федерации. Вообще спокойно, они вот так и делают. Тоже мы на эту вторую страницу, когда смотрим, так называемую, все-таки почему-то я считаю, что, ну не написано на ней, что они вторая и третья страницы. Они же могут перепрошить правильно. Вот он сшитый, нитки распустили, перепрошили, как надо, вставили. Заметь, прошито красными нитками. Да, я читал положение, там не просто красными, если заметишь, там пунктирной. И еще она должна быть видна на между 18 и 19 страницах, и ее должно быть видно, эту нить, слегка. Вот, еще интересный момент, на 19 странице, вот эта вот фольга прошита. Ну, они все ссылаются, вот свои трипончики, которые тут делают на безопасность, но что-то какое-то совпадение, что у нас на билетах Банка России такая вот стоит. Что на вот этом паспорте? Насколько мне известно, это магнитная лента, которая содержит в себе информацию. Так, может быть, тоже есть такая информация у меня. Смотри, есть аналогия по поводу паспорта СССР. Если помнишь, даже картинки есть в интернете, когда только-только СССР якобы развалился, в паспорта СССР начали вклеивать вкладыши на первую страницу, вкладыши Российской Федерации, там, типа. То есть можно предположить, что по аналогии, в обратку, в паспорт РФ обязаны вклеивать вкладыш со сведениями о паспорте СССР. Логично. Я даже сейчас сходу не скажу постановление о документах, удостоверяющих личность. Там было указано, что удостоверением личности гражданина Российской Федерации является паспорт гражданина Российской Федерации с указанием о его гражданстве. Вот. Начальник миграционной службы мне показала на самую первую страницу при таком вопросе. Ну, как вот это на заборе написано. Вот, смотри. В смысле, на обложку? Открываешь вот сразу первый этот переплет корку. И здесь с гербом, где указано паспорт гражданина Российской Федерации. А потом следующий уже кем выдан. Первая страница. Вот. И вот еще что интересное. По тому, что у нас юридическое лицо, что у нас физическое лицо. То есть вот этот паспорт его физическим лицом называют. Я вот смотрю, например, у Топоркова еще многие фамилии, имя, отчества, загсовскими гражданина, да, юридическим лицом называют. Вот у меня вот здесь как-то, я наоборот это почему-то вижу. Вот юридическое лицо, я пока так считаю, это паспорт. А физическое лицо, гражданин, это свидетельство о рождении. И если я вот смотрю, МНН, когда, как ИП там, допустим, регистрируешься, да, или, да, как ИП, то там записано, как в паспорте, вот, все буквы заглавные, но свидетельство о постановке физического лица на учет. То есть выглядит, что вот на физическое лицо его на учет поставили. Но вот это само вот паспорт, это какое-то учреждение. То есть явно это не человек и даже не гражданин, вот это загсовский. Это какое-то учреждение. Читал тоже гражданский кодекс, там об учреждениях, сейчас, хоть что-то, статью так. Статья 123.21 гражданского кодекса. И здесь остальные статьи рядом пошли ниже. Вот их можно почитать и может что-то, кто-то переосмыслить. Частные учреждения, учреждения, они являются юридическими лицами. Эти учреждения, там прописаны права, они могут выступать в суде в качестве ИСА, в качестве ответчика частного учреждения. Вот еще такая схема, что в форме 1П мы пишем по правилам русского языка ФИО. А здесь уже, если выписывается какой-то вексель, да, вот отделением, там, КСМС или ОВД сейчас, то он выписывается снизу кому? Он выписывается вот этому учреждению. Все буквы-то заглавные, куда наши ФИО сшили, всеми буквами заглавными, он выписывается на вот это лицо, юридическое, там, пускай будет. Вот. А когда нас просят подпись поставить, то эта подпись такая же, как у физического лица, свидетельство о рождении в форме П1. То есть они выдали вексель вот этому лицу, заглавными буквами, юридическому я его назову. А обязательство плательщика взял гражданин на себя. Вот это свидетельство о рождении. Но вот это выдать вексель, чековую или чек, да, они могут только в том случае, если у них будет обеспечение от трассата, тот, который, то есть, дал. Им сначала дал, они выдали как трассанты уже, или векселя датели, или чека датели. То есть у них, чтобы они что-то дали, у них что-то должно быть в залоге. А что вы думаете, как бы, они будут давать в залог что-то свое оставлять, и потом выдавать нам вот эти векселя. Конечно же, мы туда, когда приходим, вот эту форму П1 пишем, мы там что-то оставляем. Возможно, вот эти, про которые сейчас говорят, родовые наследия. Я такого человека ни одного не знаю. Если кто слышит, готов в десятину отдавать в течение 10 лет, если меня приведут к этим родовым наследиям. Пока я ни одного такого не знаю, чтобы получал вот эти деньги. Но реально вот это вексель, и я так понял, мы сами туда свои вот эти родовые мышцы, все, что у нас есть, мы туда им закладываем, потом они нам же их и выдают, и потом нас же еще, как платильщиков, сюда вписывают. Вот такой кульбит делают. Своими подписями мы вот это вот там все делаем. Это, говорю, огромная разница, вот эти индосанты, это передача прав требования. Буквально две строчки, две подписи, все. Должен ты был, стали тебе должны. Если в этом не разбираться, это жесть, что можно сделать и натворить. Еще один значимый факт. Антон, ты там на связи? Все равно тебя не слышу. Ну, ты точно умеешь слышать. Я бы только молчать не смог, наверное, чем спросил бы. Но, когда я, значит, в суд приходил, дело так оказалось, что там ни одной моей подписи не было в материалах дела. И такую бумагу подсовывали, как представитель юридического лица ниже вот этот паспорт, вот это учреждение, всеми буквами заглавными. Понимаете? То есть я в суде увидел такую бумагу, чтобы я ее подписал, как представитель юридического лица, и там вот этот паспорт вписан, всеми буквами заглавными. Это еще раз. Окончательное подтверждение было, что как бы это юридическое лицо. Вот это учреждение есть. Паспорт. Я не понимаю, почему люди называют того, кто в свидетельстве о рождении юридическим лицом. Слушай, я вот смотрю сейчас вот это, 18-19 страницы, между ними вот этот хвост ламината торчит. Ну вот он очень похож на вкладыш. Такое ощущение, что тут был лист, и он просто сюда вкладывался. Ну то есть он изготавливается, типа вот как, тут должна быть страница заламинированная, но ее просто отрезают, и получается это вкладыш. Его вытаскивают и куда-то ныкают. Потому что нумерация страниц не бьется, а по сути-то здесь была страница. По идее должна быть, вот идет 18-е, потом 19-е, потом 20-е, потом 21-е, потом 22-е и 23-е. Всего 23 страницы должно быть, а тут 19, 20, 21. Ну по положению о паспорте их 20 страниц. Вот, но там в этом положении написано про вкладыш, которого нету. Вот 20 страниц, вот эти две корочки прописаны, эти форзации, как их, которые обклеены, бланковый тоже какой-то. А вот, кстати, есть еще по видам векселей бланковые векселя. Прям есть такое понятие, бланковый вексель. И еще тоже, он так и называется же, бланк паспорта. То есть паспорт, ну уже в курсе, да, вроде, что сам паспорт, я так понял, это форма 1П или что-то, или она у них хранится, этот паспорт. А мы же подписываем, что мы паспорт получили-то. А получаем бланк паспорта. И вот в этом бланке уже ведется, кто кому что должен к этому паспорту, так называемому, прилепляется. Еще, вот, еще одно подтверждение того, что паспорт – это юридическое лицо и именно учреждение. Читайте Гражданский кодекс по учреждениям. Там немного статей на самом деле. И там указано, что вот учреждение, там некоммерческое, унитарное, по-моему. Я вот не могу утверждать, какое учреждение, но это точно учреждение, паспорт. Оно не несет обязательств по недвижимому имуществу. То есть, пока регистрация была указана в паспорте, никаких арестов на квартиру не было. Сейчас народ, кто может слушать видео, как у вас ситуация была. Было ли такое, что у вас стоит регистрация в паспорте вот именно там этой квартиры и на нее накладывается арест? То есть, когда ты ставишь регистрацию в паспорте, там по так называемому месту жительства, квартира, я так понял, она встает как бы на баланс вот этого учреждения, собственность ли этому учреждению, или в управление оперативное. Но когда я снял с регистрации персону, как говорят, то у приставов дело там было, должочки висели на мои там разные персональные данные. Месяца не прошло, прилетел арест на квартиру, на регистрационные действия. соответственно, если на учреждении, то учреждение несет ответственности по недвижимости. А вот если на гражданине, на физическом лице, то я такого не встречал, что не несет ответственность и недвижимым имуществом. Подожди, ничего не понял. Если регистрации нет, то типа ты сам отвечаешь за это имущество? Получается так. То есть пока квартира была на паспорте, стояла регистрация, что адрес такой-то, город такой-то, конкретно прям квартира, все, она вот здесь регистрация стоит, никакого ареста на квартиру не было. Как только снялся с регистрации, получается, снял квартиру вот с этого учреждения, паспорта всеми буквами заглавными, сразу прилетел арест на регистрационные действия. Вот, как-то странное совпадение, хотя так называемый должок уже давно висел и на квартиру вообще ничего не было такого. Как только с регистрации снялся, сразу прилетело. Вот, есть еще? Подожди, мне уловка этой системы. Может, им выгодно, чтобы в квартире никто не был прописан. Ты понимаешь, при совершении сделки любой, обязательно всем надо выписываться. Соответственно, как только ты выписал свою персону, они сразу наложили на арест, ну, запрет на регистрационные действия, чтобы никто не прописался. Потому что, если кто-то будет прописан, то им будет сложнее туда попасть и вообще что-то сделать с квартиры. там остались прописанные люди. Остались? Так что, да, есть еще прописанные. То есть, я не один там был прописан. Поэтому, тут, я думаю, не в этом дело. Есть еще по символике в этом паспорте. Ты, Антон, в курсе, какими символами напичкан паспорт? Интернет уже пестрит, в принципе, но все-таки стоит добавить к этой теме. Ну, добавляй, а что молчишь? Ну, начнем с чего? Вот, к примеру, четвертая страница паспорта. Шестая, там, узор сам вот этого паспорта. На нем изображена башка, прям вот, как бы сказать, наверное, барана или козлиная. То есть, рога, уши и борода. Если вглядеться, узорами это все есть. Можно прям карандашом прорисовать в паспорте, вы это убедитесь, что там голова вот этого бафомета козлиная. Следующий символ. Да это я все видел, это в интернете полно информации. Три шестерки там и все остальное. Про еще вот про три шестерки, там, где три шестерки, там четвертый такой хвостик. И ролики разные есть. Вот в одном есть, что где три шестерки, там вокруг цифры, самое первое кольцо, там змея сама себе заглатывает хвост. Вот этот символ это закон движения тела в пространстве. Слушай, ну тут фантазировать можно бесконечно. Ты мне лучше расскажи про золотой чек. Я вот смотрю, действительно, все паспорта это с золотым тиснением на лицевой стороне. Я с тем говорил в начале разговора, что я вчера тебе хотел сказать изначально, что вот это чек, да, я вот обнаружил. И за этот день, пока вот копался, как бы про золотой чек, золотой вексель только сегодня. Вот это понял эту фишку. И на нем прямо на лицевой стороне так и написано, что это вексель. Просто они могут заменять слова. Те, что в кавычках, они заменяются вообще легко. Даже положение векселях читать, там название векселя, оно в кавычках. или если мы положение о паспорте читаем, там тоже очень много чего в кавычках стоит. То есть эти слова заменяемы. Поэтому я тебе много не расскажу об этом золотом векселе. Знаешь, что он должен быть золотом обеспечен, что я успел прочитать. И на выдачу таких векселей генеральную лицензию выдают. А генеральную лицензию у нас выдает Центробанк. Вот это все, что я могу сейчас сказать по векселян. Чтобы это все полностью понять, это надо не один день потратить. Это точно еще по тому, что вот эта страница заламинированная. Сейчас я открою вот это положение о чеках. Положение о чеках в редакции постановления савминов СССР от 25-го, 10-го, 86-го номер 1272. Сейчас я про оборот найду. Вот. 21-й пункт. Лица, сделавшие передаточные надписи на оборотной стороне ордерного чека, несут перед последующим чекодержателями солидарную как между собой, так и с чекодателем ответственность за оплату чека. Написатели могут освободить себя от ответственности посредством включения в передаточную надпись оговорки в кавычках без оборота на меня точка. Лицо, запятая, сделавшее при поручительной надпись не несет ответственности за оплату чека. Вот, возможно, к этому это не относится, вот и конкретно к паспорту, но когда без оборота на меня указываешь, это значит, что не несешь ответственности за оплату чека. И чек, он может являться векселем, то есть это одна из разновидностей векселя. Так, сейчас про кроссирование. А, кстати, вот еще по чеку тоже. Третья статья. Выраженное в чеке предложение уплатить указанную в нем сумму может быть отменено чекодателем, то есть тот, кто выдал чекодатель. Отмена акцептованного чека допускается не иначе, запятая, как при представлении самого чека. То есть почему они просят паспорта сдавать? Они выдали нам этот чек, а потом хотят, чтобы мы им сдали и они его предъявили для закрытия. Отмена акцептованного чека получается. Либо, допустим, другая сторона, если уже мы, как имели, дайте, обязательства, акцептовали, даже вот подпись в паспорте, когда мы сдаем паспорт, тогда мы отменяем отмену акцептированного чека, делаем. Так, теории ты много рассказал, теперь расскажи, как это все на практике применить. Я не применял, я говорю, я пока только с регистрации снялся, уже арест поставили. Сейчас я давно за этой темой разбираюсь. Сейчас просто уже в последние дни много начитался, уже не могу, думаю, у меня ситуация такая, что я просто могу эту информацию даже не успеть озвучить. А я тебе скажу, что я наблюдаю за черными мантиями, за судебными приставами, за секретарями, как только я затронул тему снятия персоны с регистрации в своих видео, так их сразу всех начало интересовать это. Вот я обычно показывают этот разворот, хватаю паспорт справа тремя пальцами и держу, прям не выпуская, прям жестко держу, меня хрен вырвешь. Так они пытаются вырвать короче после того, как я затронул тему снятия с регистрации персоны, у всех одновременно и у приставов, и у секретарей, и у полицейских, и у этих черных мантий вдруг появилось такой скажем так якобы скрытный интерес к регистрации в моем паспорте. всем вдруг стало интересно что у меня написано раньше никто про эту регистрацию не спрашивал но если спрашивает то только на словах а вот после того как я заикнулся что вроде как собираюсь снять с регистрации персону так им всем стало интересно снял я с регистрации персоны или нет фамилия персоны у меня бельгатов ожидать или меня приметь чей нет я живой мужчина вот паспорт персоны а вы кто я же сказал живой мужчина да а этот булгаков где у вас в руках нет передо мной он должен стоять вам лицо показать да ну потому что я не являюсь бумагой я являюсь живым мужчиной а у вас в руках бумага логично идентифицируем вас с этой бумагой нет это неправильно где вы будете проживать а я тут при чем я хочу снять персону с регистрации а этот булгаков где у вас в руках ну мне начальник миграционной службы сказала зря ты это делаешь не объяснило почему ну вот как-то так у меня спрашивали регистрацию ты имеешь ввиду даже на заседание вот когда заходишь да там по делу даже вот регистрации не спросили ни разу у меня нет раньше вообще не спрашивали ну как бы не листали понимаешь я держал это в руках и показывал только вот лицевой ну вот эту страничку где там это фио написано и все и все и у меня попросили там дайте в руки нет не дам не обязан и все и все и это ну туда-сюда терки-терки а в итоге хорошо все это можете присаживаться вот так черные мантии действовали а некоторые вообще не спрашивали даже вот этот бланк паспорта но как только я заикнулся что я собираюсь снять с регистрации персону им всем стало интересно снял снял я прессону или нет почему там знаешь я читал кодекс торгового мореплавания и когда я его читал такое ощущение как будто там пишется все про наши документы только они называются другими словами и там если есть вот по морскому праву как я вот понял вот этому кодекс торгового мореплавания если ты зарегистрирован за вот этим портом отделением тогда ты как бы уже за ними числишься и права у тебя одни и в реестре ты состоишь в одном там то есть два вида реестров вот в этом кодексе торгового мореплавания наименованиях не помню ну один так скажем плохой для недееспособных а другой уже более приоритетный и вот когда снимаешь персону с регистрацией я так понял ты с этого плохого то реестра ты вылетаешь убываешь остается только и загси ниже там загси тоже свои реестры вот я это так вижу подожди а что плохого если судно приписано к порту какому-то я сейчас уже не скажу не вспомню не могу тебе объяснить и не могу сказать кстати что плохо я про то что реестры у них там два есть они прям как-то называются эти два реестры и вот я просто аналогию провел один реестр это вот по паспорту регистрация и если опять же мы там конституцию то открываем континентальный шельф уже вся страна в курсе и получается если ты регистрируешься регистрировать то ну прописка у тебя есть место жительства там у человека прописка у гражданина а регистрация то где происходит регистрация происходит вот в этом морском порте вот регистрация снимаешься уже как-то по-другому будет а когда ты зарегистрировал ты попадаешь на континентальный шельф вот в этом морское право от регистрации снимаешься я так понял уже и морское право на себя может и не распространяется ну а почему тогда арест наложили на регистрационные действия ну потому что можно же не по морскому праву потому что по этим векселям по конвенции там она 1936 года по-моему ратифицирована вот они же по ней все вот эти векселя до сих пор из нее исходят только там в соответствии с этой конвенцией они современные положения делают и сейчас у нас указ там постановление правительства вот кстати важный момент тоже касается многих нормативных правовых актов актов сейчас постановление правительства так называемая гильотина вот 6 или 9 тысяч законодательных актов РФ постановлений просто уничтожается если мы сейчас посмотрим постановление Российской Федерации вот 21 года февраля марта месяца они идут 300 какое-то 400 какое-то от чего бы этот отчет начался заново постановлений и вот в этой гильотине указали какие постановления решения закона не имеют юридическую силу либо написали до такого-то такого-то еще действует например те люди которые считают что Советского Союза нет Советский закон не действует заглядываем свой расчетный листок кто официально трудоустроен и смотрим такую графу как районный коэффициент например в Кемеровской области это 30% заработной плате начисляется он вам на основании постановления министров СССР года не помню какого вот но до сих пор на основании этого вам начисляются районные коэффициенты где похолоднее так скажем зарплаты и вот это постановление Совета Министров СССР о районных коэффициентах оно прекращает свое действие это вот свежее постановление РФ 22 года в июле месяце или в июне вот и что будет дальше напишут ли они что-то новое подобное я не знаю но вот такие подобные акты они сейчас этой гильотиной состригают сейчас вообще на самом деле много изменений вот много вот надо просто вздуматься 6-9 тысяч актов нормативных уничтожается это сейчас то что мы вчера еще руководствуемся этим послезавтра тебе скажут или тебе не скажут а просто улыбнуться и сделают по новым актам сейчас вообще время такое прям непонятно касается то что по векселян а нет сейчас еще по этому паспорту страничка вот это значит заламинированная которая в чеке там где если мы вот читаем вот это положение чеков чеках ранее озвученное про красирование вот две полосы красные там должна содержаться специальная отметка банка я думаю так хорошо полоса есть да две их тут полосы красные может за две принять между этих двух полос кредитная организация указывается не указывается в случае если она не указывается то выплаты получаются по почтовому отделению значит по пометке банка смотрим на эту ламинированную страницу верхнем правом углу углу на фиолетовом кругляшке РФ на первый взгляд и если поиграться с этими буквами то можно составить и слово банк и сокращенно сейчас новое постановление то есть понимаете отметка банк есть у вас на этом ламинированной странице сейчас новое постановление вышло я сначала когда вот по векселям то есть вот есть о векселях конвенция и Российская Федерация принимает какие-то акты здесь внутри которые в принципе так или иначе соответствуют вот этим международным конвенциям есть о банковских операциях с векселями письмо банка 91-го года оно сейчас не имеет юридической силы но до 2014 по-моему оно действовало то есть оно долгий срок достаточно действовало вот здесь если посмотрите почитайте просто образцы есть простых векселей разных векселей тоже есть схожесть с паспортом и когда это постановление отменилось о банковских операциях было еще одно постановление потом оно отменилось и сейчас еще одно постановление вот положение банка России от 30-12 2014 года номер 454 ТРП о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг вот и здесь уже новое постановление вместо раньше были если векселя то сейчас они вместо векселей в своих постановлениях указывать могут совсем другие слова непонятные нам то есть тема векселей уже поднята я думаю логично бы это слово как-то убрать на задний план и припрятать другими словечками вот вот эти постановления они меняют и вот она свежая в силу скоро ступит вот например одно из вот в этого банка России положение пункт 3.3 сведения доли участия РФ субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале эмитента наличие специального права в кавычках золотой акции в случае участия да прям скобка открывается кавычки золотой акции кавычка скобка закрывается жирными буквами а когда слово в кавычках это значит может быть Российской Федерации обложка вот эта слушай ну вот это я вот смотрю ну реально на по золоту похоже возможно это и золото ну кстати ну насчет краски я думаю это я думаю где-то должно быть в положении какого каком-то прописано чем они красит да 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 надо на это надо реально вот взять какой-нибудь старый паспорт это чей-то и это поскоблить это выплавить и посмотрите реально это золото или нет мысль хорошая может они их это собираешь чтобы переплавить на золото думаю здесь наберется столько золота много да не идут копейки не я думаю это по золотой здесь так на рубль 20 вот вот в этом положении указано полностью сейчас зачитаю в случае участия РФ субъекта РФ или муниципального образования в основном капитале эмитента наличие специального права сколько золотой акции указывается сведение о доле Российской Федерации субъекта Российской Федерации или муниципального образования в основном капитале эмитента со специальным праве золотой акции размер доли капитала эмитента находящийся в государственной собственности федерального федеральных субъектов Российской Федерации муниципальной собственности полное сокращенное при наличии скобках фирменные номинования скобки для коммерческих организаций или номинования для некоммерческих организаций то есть вот наше вот это юрлицо что это некоммерческая организация. Сколько его закрывается? Юридического лица. Либо фамилия, имя, отчество. Последнее при наличии. Физического лица. Слушай, а я... То есть у нас вот это... Говори. Давай, закончим мысль потом. У нас вот это, еще раз говорю, у нас это учреждение. Некоммерческое. Это юридическое лицо. А фамилия, имя, отчество. Это физическое лицо. Вот я даже постановление сейчас читаю, ну, как бы о другом. Да, о золотой акции, то, что здесь есть. Вот этот пункт. Но тут опять же пишут. Ну, четкий раздел идет. Для некоммерческих организаций, юридического лица. Либо фамилия, имя, отчество. Последнее при наличии физического лица. То есть физическое лицо, это гражданин. Это свидетельство о рождении. То, что в паспорте, это учреждение, это юридическое лицо. И они вот этой игрой... Мы, как граждане, им какую-то форму 1П заполнили. Скорее всего, какие-то активы отдали. Там в управлении или еще там в Залокле. А после уже нам открыли это юридическое лицо. Кто его владелец, хозяин, тоже неизвестно. Но мы вот подписались, что мы здесь платить по нему должны. Опять же, как граждане. То есть, понимаете, мы им дали. Они нам выдали бумагу, что они нам должны быть. И платильщикам по этой бумаге сделали нас же. Это жесть вообще. Говори, Антон. А я, ты знаешь, вот я смотрел-смотрел на эту бумажку. У меня возникла мысль в голове обратная. Что это не нам выдали вот этот бланк паспорта. А мы им выдали этот бланк паспорта. Вот смотри, тут буквально написано. Первая строчка, читаю. Выдан. Паспорт выдан. Городской отдел милиции, ОВД города Сургута. То есть, не они мне выдали, а я им выдал. Паспорт выдан городскому отделу милиции. Читаю буквально. Город Сургута, Сургутского района, т.д. т.п. Дата выдачи, код подразделения, роспись. Ихняя сверху. А самая нижняя, это роспись того, кто выдал. Логично? Так, так, так. Ну нет, как-то нелогично. Вот по положению места подписей в этой ситуации, ну нелогично. Паспорт выдан, но они просто расписались бы, да и все, без твоей подписи. А вот если ты расписался, тогда это уже какой-то другой документ. Это уже какая-то другая ерунда начинается. Это какой-то индосамит, я не знаю. Передача прав там требований. Подожди, давай дальше продолжим логическую цепочку. Если следовать этой линии, то получается эмитенты не они, а эмитент живой человек. Он выписывает вексель. И они поэтому и являются векселедержателем. И когда он показывает этот вексель, получается это... Даже не знаю, что там дальше. Что-то тут есть. Вот у меня написано, паспорт выдан, отделением, номер, центральным в районе... Подожди, подожди, у тебя прям склоняется, да? Да, я хочу сказать, да, со склонением, все, кем выдан, написано. То есть это они выдали. И вот это согласно вот вексельных положений, в верхней части всегда пишется тот, кто выдает. То есть тут не суть в том, что написано, а суть в структуре, как расположено. То есть вот в этом месте... А у меня тут нет склонения. Какой-то ГОМ, УВД и все. Без склонения. Паспорт выдан, дата выдачи, код подразделения, личный код, личная подпись, МП, вот эти маленькие. Они имеют такой смысл, что это не то, что написано. Это просто вот в векселях это не то, что написано. Там просто, что в векселе должно быть указано, например, индосамент. И этот индосамент в кавычки взят. И все. И вот здесь тоже, возможно, индосамент. Или я когда читал по чеку, да, по векселю или по чеку, ну это, блин, просто много перелопатил. У меня сейчас нет прям вот так готовых, чтобы вам пункт зачитать. Было бы здорово, конечно. Но там есть такая тема, что тот, кто выдал вексель, чекодатель, трассат. Троссант, трассант он выдает. Он ищет того, кто акцептует. И сейчас мысль убежала. Вот, предлагает оплатить по векселю. Вот. Предлагает оплатить. И там прям стоят графы, взятые в кавычках. Оплата. Платеж. Оплата заплатить. И в кавычки взята. То есть это указано как бы в форме векселя, что должно быть. Оплата заплатить. И мы когда, надо еще посмотреть положение о паспорте, где там личная подпись указывается. Ну то есть чем-то же регламентировано, что у них личная подпись указана. Если оно там взято в кавычках, то это сто процентов. А вот, 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 вот. Нашел. Вот. Обратите внимание. Описание бланка паспорта гражданина РФ. Пункт 8. В верхней части второй страницы бланка паспорта размещены по центру, выполненные ответным способом печати слова в кавычках Российская Федерация. То есть смысл этого слова совсем другой. Ниже слова в кавычках паспорт выдан, в кавычках дата выдачи, в кавычках код подразделения, в кавычках личный код, в кавычках личная подпись, точка. То есть вот эти слова, согласно положению о паспорте, которые здесь написаны, они в кавычках, и смысл их, можно вообще любое слово вставить. Если мы читаем, например, положение там о векселях, да, и там идет тоже что-то в кавычках, то в эти кавычки можно вставить из этого положения паспорта то, что здесь в кавычках. То есть они пишут личная подпись, здесь она в кавычках, личную подпись написали. Читаем там положение о векселе, там что-то должно указано в кавычках. И все, они взаимозаменяемые. Ясно, что кавычки заменяемые. Давай перейдем. Ты слишком долго ржевываешь. Давай к делу перейдем. Давай попробуем... Есть такое у меня. Да, е-мое, подожди, не перебивай. Давай попробуем прочитать вот эту надпись, согласно вексельному праву. Вот у нас первое, что написано. Российская Федерация, да, почему-то с пробелами. И это, согласно там восьмому пункту, ты сказал, это в кавычках, написано капслоком. То есть, по сути, здесь может быть написано там типа переводной вексель, правильно? Да. Дальше читаем. Паспорт выдан, тоже в кавычках, согласно восьмому пункту. Здесь, скорее всего, написано там типа этот вексельодержатель и кто там, трассант, да? Да, тот, кто выдал должник, по сути. Не-не-не, тот этот, эмитент, так называемый. Эмитент, вексельодатель, чека, датель. Вот, это все примерно одинаковые по положению. То есть, это все должники изначально. Ну, допустим, вот написано, ОМВД, там, города Сургута. Дальше, дата выдача, тот же, тот же в кавычках. Скорее всего, это дата создания векселя, правильно? Возможно, дата создания векселя. Давай вспоминать. Во-первых, напомни мне, что это за документ, восьмой пункт, где все в кавычках указано? Положение о паспорте. Номер, дата, что там? Описание бланка паспорта гражданина Российской Федерации. Дата, номер. Что это за документ? От 8 июля 1997 года, номер 828. Постановление правительства РФ. Вот, смотри, давай, во второй вопрос, давай вспоминать эти, основные признаки векселей. Обязательно должно быть указано слово вексель, да? Обязательно должна быть дата и две росписи, и цена указана. Теперь смотри, дата мы видим, дата есть. Дальше идет вот этот непонятный код подразделения, почему-то они все время указывают. И на печати, и в этой графе тоже есть. Тут что-то с печатью связано, потому что, видишь, взаимосвязь идет, кода подразделения с печатью. На чем раньше печать ставили? Печать много на чем встали. Возможно, вот эта красненькая печать, то, возможно, это нотариальное удостоверение. То есть, что как нотариус удостоверил. А что этот код может означать? Цену нет? Код? Может быть, цену. Может быть, знаешь что? Я, значит, года полтора назад, вот, блин, вот прикинь, вот сделал это, а сейчас не помню, как сделал. Года полтора-два назад я разбирал машиночитаемый, вот этот текст внизу, который сейчас пишется. Все вот эти положения, какие цифры, что значит, прям все вот это копалось-то. И интуитивно через это, через поисковик начал, ну, сбивать. Короче, я нашел такую закономерность в паспортах, вот фотографии, которые есть, что не помню сейчас. Либо в этот код, либо в серию номер паспорта зашит код подразделения почтового отделения того же города, в котором выдавали паспорт. То есть я прям в интернете смотрю паспорт, раз, смотрю вот эти цифры, биваю в определенном порядке, код подразделения в этом же городе. И в своем я вот нашел, да, и сейчас не могу вспомнить, как я это сделал, по какому принципу. И вот если мы про чеки, да, если не указана кредитная организация, вот это он, как красированный чек, вот это ламинированное, то там в почтовом отделении по месту либо того, кто выдавал, либо, ну, не просто так у нас здесь вот указано это место жительства, либо вот это учреждение по адресу. А согласно регламентов МВД, это смотря кто выдает, отдел ОВД, или миграционная служба, или еще какое-то отделение, первые цифры. Потом смотря кому там выдается, то есть, ну, там все достаточно просто. Ведь в интернете есть открытая информация по этим кодам подразделения. Ну, это такая для обывателей, так скажем. А вот по обексельному я не могу понять, что это, блин, такое здесь должно быть. Ну, логично предположить, что это сумма должна быть указана. И указана, кстати, еще есть такая тема вот по чекам. Там должно, в какой валюте указано. А если мы на просве, да, смотрим, везде это РФ, РФ, РФ стоит. То есть, однозначно какой-то вот, ну, валюта указана на этом паспорте. Такая. Так, смотри. Читаю статью по векселям. Обязательные рекредиты. Вексельные метки мы разобрали, что они есть. Вексельная сумма, я предполагаю, что она привязана именно к персоне через свидетельство о рождении, через медицинское свидетельство о рождении, через ВЕЦ при рождении. То есть, это в золотом эквиваленте плюс это и не 4% в год. То есть, по сути, сумма, скорее всего, указана. Дальше, наименование адрес плательщика тоже здесь указаны. Скорее всего, вшиты вот этот в код подразделения, либо в адрес регистрации. Почему их интересует регистрация? Если есть регистрация, значит, это есть адрес плательщика. Срок платежа не указан. В случае, если срок платежа в Векселе не указан, считается, что... Пауза. Пауза по строкам. Срок платежа у нас есть в конце паспорта. Где? Срок действия паспорта гражданина от 14 лет до 20-летнего возраста. То есть, ну и вот эти, там, от 20 до 45 и от 45. Вот. Это действие вот этого, получается, Векселя, сколько он действителен. А Векселя еще есть по предъявлению. То есть, нас везде просят предъявить паспорт. Предъявите паспорт. Я когда с регистрации снимался, она прям, они прям вот говорят, предъяви, ну, напиши, какой документ предъявлен. Я там в итоге схитрил маленько, конечно, там самоопределение написал на второй раз, там со второго захода получилось. Но сам факт, что ты приходишь на прием, там, в трудовую инспекцию, тебя паспорт просят. Ты приходишь в ЗАГС, тебе почему-то как паспорт. Вот и терминал стоит, там только за главными буквами ты можешь бить. В банк приходишь оплатить за услугу так называемую государственную ЗАГСа, да, там, справку какую-то. Тебе в банке, говорит, паспорт. Я когда по чеку смотрю, то паспорт платильщика и номер указан. Все, то есть, я так понял, это номер счета. Подожди, а теперь давай вспомним обязательные реквизиты при заполнении каких-то данных, там, укажите свои паспортные данные. Кем выдан, когда выдан, код подразделения, номер, серия, фио, дата рождения, место рождения. Пол никому не нужен. Ни разу не слышу, чтобы обязательно нужно было пол указывать. Все эти данные есть вот на этой страничке, на главной. Дальше, смотри, что тут написано. Наименование получателя платежа. Должно быть указано полное наименование платежа. Это вот эта заламинированная страница. Не должны нам. Они вексель вот этот выпицали, да, долговую расписку, на вот это учреждение, за главными буквами, на вот это юридическое лицо, на вот эту фирму. И если мы, я вот гражданский кодекс читал по учреждениям, да, они там некоммерческие бывают, еще учреждения создаются в целях там использования социальных, культурных каких-то функций. То есть ты его, ну, просто можешь создать и для взаимодействия юридического пользоваться. И вот еще пример. В банке, да, кредитный договор. Там записывают, берут паспорт тоже. Вот эти векселя, ну, вот этот паспорт, его берут, я так понял, как обеспечение кредитного договора. Того векселя, который создаешь там ты в банке, когда на кредит заявку, так называемую, оформляешь договор этот кредитный. И по кредитным договорам, если мы посмотрим, есть там, где прописано заглавными буквами, а когда тебя просят расписаться, то фамилия, имя, отчество полностью, подпись. Фамилия, имя, отчество, подпись. То есть где-то подпись, где-то фамилия, имя, отчество полностью. И получается там фигурирует три, трое, не двое в этом кредитном договоре, а трое. Вот это учреждение паспорта гражданин и банк. Это ясно, ты что-то опять далеко убежал, ты по кредитам убежал. Но раз ты за кредиты забежал, я тебе скажу, что меня всегда удивляла вот эта тенденция, когда я помню раньше первые кредиты, надо было кучу миллионов справок всяких принести, еще и залог что-то дать, а сейчас вон, пожалуйста, миллион, только паспорт нужен. То есть они научились вытаскивать именно вот из этого векселя всю выгоду. То есть им уже вот эти все справки, там, обеспечения, им нафиг не нужно, все делается через паспорт. Они первым делом серокопировать паспорт пытаются. Это у них прям заложено. Первым делом, что бы ни случилось, серокопируют паспорт. Дальше смотри, тут что идет, срок платежа есть, наименование получателя платежа тоже есть. Причем должно быть указано полное наименование получателя платежа и ремитента. А вот про векселя дателя ничего не сказано. Почему? Ну, вот это отделение, которое тебе выдало, и является векселя дателем. Ну, а роспись сейчас стоит. Это какой-то представитель, и кто это? Что это за корючка? Чья она? Так, это, возможно, положение о паспорте есть. Где-то это, где-то попадалось, что это какое-то должностное лицо, представитель. Но еще такая тема есть, что если вот эта подпись не действительно, да, от этого представителя, и ты поставил потом свою подпись, то ты не проверил, ты как платильщик, получается, здесь, допустим, как платильщика, они ищут по этому документу. И если ты как платильщик ставишь, то ты должен был убедиться в действительности вот в этой вот подписи. И то есть это на тебя все прилипает. И плюс удостоверяешь, получается, его роспись. Да, да, кстати, то, что вышло, ты вот это подписал, сам согласился под этим. Они-то выдали, допустим, не указано, кто и что это, чья подпись. А ты взял снизу и подписался, да, я подтверждаю. Ну вот поэтому народ и начал писать. CFB, F.R. Народ-то уже все больше и больше соображает. Идем дальше. Смотри, место платежа. Местом платежа обычно является местонахождение платильщика. То есть это вот для чего им и нужна регистрация. Тут есть вот место рождения указанное, и плюс еще место регистрации, место постоянного местонахождения. То есть место проживания, место пропитки. Почему им так важно именно, чтобы ты указал не просто место регистрации, но и место постоянного проживания? То есть к какому муниципалитету и из какого бюджета вытаскивать? Или наоборот вносить? То есть, кстати, по учреждениям есть учреждения, то есть вот этот вот паспорт, да, вот допустим, вот это юридическое лицо какое-то учреждение. Оно, вот я так вижу, оно может в один момент подходить под разные категории учреждений. То есть это не 100% одно учреждение. Оно, смотря куда ты его принесешь, смотря с чем ты его будешь совмещать, таким оно и может оказаться, играть роль разную. Вот. И некоторые учреждения, они, вот я видел ответ в казначейство, что физические лица не являются участниками бюджетных, там, ассигнований, там, или... В общем, в бюджете физические лица никак не фигурируют, и никто ничего не получает с бюджета. А вот учреждения, есть такие обучреждениях, когда читаешь, которые получают денежки из бюджета, выделяются. То есть вполне возможно, что на вот это учреждение, юридическое лицо, выделяются деньги из бюджета, потому что, согласно гражданского кодекса, там есть такие учреждения, на которые выделяются деньги. Просто надо это все прям, ну, досконально изучить. Я вот говорю, даже мы сейчас столько, сколько с тобой обсуждаем, вот я то, что сказал, да, я на это, блин, два года потратил. По последней вот неделе, когда уже у меня общей информации много было, я уже тогда последнюю неделю вот сейчас взялся прям детально. И то многие детали еще со старых, так сказать, знаний и опыта какого-то. А тут еще, говорю, изучать и изучать вот этот вот документ. Я сегодня с ним вообще даже заснул. Полдня сидел, смотрел в него. По регистрации еще такой момент. Когда, то есть регистрация, прописка, место жительства. У меня, получается, есть документ, в котором я указан, что я прописан. У меня есть такой документ. Может, он не на меня, но есть, где я прописан в этом документе. Вот. Один момент. Второй момент. Прописан именно, да? Да. Второй момент. У меня есть снятие с регистрации по месту пребывания или просто снятие с регистрации, а есть снятие по месту жительства. И когда я написал волеизъявление в свободной форме, хочу сняться с регистрационного учета в связи с тем, что убываю в СССР. У меня вот из-за этого СССР не прокатило с первого раза. Я сдал паспорт. Еще получилось так, что не туда сдал, денег еще заплатить пришлось. Но я его сдал. И мне дали, попросил справку, что у меня забрали этот паспорт. Когда дали эту справку, я читаю. В ней указано, паспорт дан на снятие с регистрационного учета, запятая, снятие с регистрации по месту жительства. То есть там была регистрация и место жительства. Нужно подчеркнуть. Я писал на снятие с регистрации, просил снять персону. Такую-то, такую-то. Мне подчеркнули снятие с регистрации. То есть с места жительства... Зачем ты подчеркиваешь, надо было с места жительства вообще вычеркнуть и все, зачеркать это? Я там ничего не подчеркивал. То есть там она эту справку выдала, и она подчеркнула место регистрации. И эта справка уже, в принципе, она роли не играет. Это на время было. Но сам факт того, что там они даже написали, что там вообще снять меня со всех учетов с регистрационных. Они просто сняли с регистрации. А место жительства-то у меня осталось прежнее, получается, фактически. Ну и по факту место жительства есть? Есть. Зачем мне его регистрировать? Прописка, ну вот у гражданина. А вот эту фирму, юридическое лицо, учреждение, его ты и регистрируешь. А почему в налоговую регистрируют вот это учреждение? Потому что сейчас у нас паспорт, учреждение, это не коммерческая организация. Это юридическое лицо, но не коммерческая организация. И нам не обязательно в налоговую регистрироваться. Вот. А когда мы начинаем заниматься предпринимательской деятельностью или там какой-то... Ну, когда бизнес открываешь, это другое юридическое лицо. Оно коммерческое. Оно как юридическое лицо регистрируется. А когда вот ИП, допустим, открывал или ИНН ты пишешь, да? Вот ИНН. Ты туда приходишь с этим юридическим лицом? Документ удостоверяющей личности, вот он. Они, во-первых, с него вносят информацию по ИНН. С этого паспорта, с юридического лица. Поэтому там всеми буквами заглавными. Ну, пришло ты туда на тот момент и подписал. Ты как физическое лицо ставят, которое ответственное за вот это юридическое лицо. Они вписывают юридическое лицо в вот это учреждение, созданное для удобства пользования социальных каких-то нужд. Но когда вот ты как физическое лицо, когда гражданин ФИО начинает заниматься какой-то коммерцией, он несет это учреждение и регистрирует в налоговой. Ему там уже ККП и так далее. Вот. То есть там физлиц регистрирует, не юрлиц. И вот отсюда у нас тоже как бы заблуждение идет, я так думаю. Я до сих пор, Антон, может ты расскажешь, почему вот это юридическое лицо, которое, физическое лицо, которое в ЗАГСе, его называют юридическим лицом. Я вот не пойму на самом чего. Может оно тоже является учреждением обычным, поэтому оно юридическое лицо. Но если аналогию проводить, все юридические фирмы пишутся всеми буквами заглавными. Знаешь, что еще заглавными буквами пишутся? Название кораблей, на могилах пишутся, еще где-то. Аббревиатуры. Кстати, обратите внимание, согласно вот этого положения, отметки, если будут какие-то, которые не предусмотрены этим положением, паспорт является недействительным. Но надо просто думать, что какие отметки сюда могут быть внесены, которые будут действительны именно вами. И по индосаменту или по чекам есть такой вариант развития событий по этому документу, что чья подпись последняя, тот и является выгодоприобретателем. Еще. Стой. Еще не закончил. Стой. Алло. Стой. Ага. Остановись. Стою. Стою. А-а-а. Я долго терпел. Так ты бы сказал сразу. Так а когда я скажу, если ты все время разговариваешь? Ты что-то с темой на тему прыгаешь, и ты, я так понял, в роль вошел или что? Ты как будто это, ты думаешь, ты тут на сцене это, и тебя весь мир слушает. Ты со мной сейчас разговариваешь. А я такой же человек, как и ты, я тоже хочу слово сказать. Ой, завел свой пулемет Гатлинга. Хорошие вещи говоришь, но ты прыгаешь с темой на тему. Я с тобой хочу паспорт именно разобрать. А ты начинаешь про налоговые, про ННН, про юридические лица и про все, и уже не со мной, а с кем-то там разговариваешь. Антон, это все относится тоже к паспорту. То есть, как этот паспорт принимать в других структурах, это тоже отдача, обратная связь. Я понимаю, что относится, но можно же в двух словах сказать. Зачем раскатывать тему на полчаса? Сейчас же опять звонок прервется. Я уже, я и забыл, и как тебя зовут, и о чем я хотел поговорить. Это вообще жесть. Ну, неужели нету чувства так-то? Ну, сказал пару слов, дай собеседнику высказаться. Ты уже забыл, что я тут есть, ты начал с кем-то там разговаривать. Ты даже в речи начал употреблять. Вот смотрите, то есть кому-то там, к множественному числу начал обращаться. Я-то тут один. Не, я же понимаю, что ты видео записываешь. Люди будут тоже смотреть. Так видео будут смотреть нашего диалога, а не твой. Если ты хочешь речь толкнуть, то запиши просто аудио и не трать мое время. А у нас сейчас с тобой диалог. А диалог, это... Ладно, давай без здравоучений. Хотел говорить по паспорту. Что-то вспомнил, что хотел? Вспомнил. Просто я хочу, чтобы видео смотрели с интересом, а не так, чтобы с темы на тему прыгать и туда-сюда, налево-направо. И это смысл теряет. Потому что я с тобой солидарен. Ну, раз солидарен, наберись терпения, послушай, пожалуйста. Я же тебе не дочитал, тут буквально пару пунктов про признаки реквизита обязательной в Векселе. Значит, смотри, место платежа. Местом платежа обычно является местонахождение платильщика, если иное не оговорено в Векселе. То есть местонахождение, это вот и есть регистрация. То есть почему вот эта вся история снятия, постановки на регистрацию, оно все учитывается. Оно не вырывается, не аннулируется. Оно вот как это, идет, идет, идет. Даже если там типа закончится, они там что-то это... А вот, кстати, что делают, если это место для постановки, там, снятия на регистрацию заканчивается? Что они делают? Вкладыши вклеивают? Не знаешь? Не знаю, нигде не было в положении такого указания. Это тоже интересный момент. Дальше, смотри, идет указание места и даты составления Векселя. Местонахождение Векселя дателя и место составления Векселя могут не совпадать. Если в Векселе будет указано место, не имеющее никакого отношения к действительному месту составления Векселя, Вексель будет считаться недействительным. Вот этот пункт относится именно к истории мест регистрации. То есть, полная история регистрации и плюс указания на предыдущие паспорта иногда указывают, да? Вот это и есть история. А теперь самый главный пункт. Подпись Векселя дателя. Подпись Тросанта обычно находится после его полного наименования и местонахождения в правом нижнем углу Векселя. И производится только рукописным путем. Что мы и наблюдаем, да? Обязательно, вот сейчас это, регламент они поменяли, обязательно роспись нужно ставить. Точнее, подпись по-ичьему. Подписи лиц, неуполномоченных подписанием Векселя, также являются действительными. И все обязательства, вытекающие из Векселя, будут отнесены непосредственно к лицам, подписавшим Вексель. Вуаля! Еще раз. Еще бы ты там не накалякал, ответственность будешь нести. Да, ты-то будешь нести, если признаешь, что ты вот эта персона. А тут же, вот, фотографии не зачем вклеивают, чтобы... Они говорят, это ваша подпись. То есть, ваша фотография, ваши персональные данные, все, тебя определили. А вот тот, кто с их стороны подписался, то есть, подписи лиц неполномочных подписателю Векселя, также являются действительными. И все обязательства, вытекающие из Векселя, будут отнесены непосредственно к лицам, подписавшим Вексель. То есть, задача определить лицо, которое подписало. Тебя-то они могут идентифицировать по твоей росписи, по фотографии, по дате рождения. Почему они в суде-то постоянно спрашивают. Дата рождения, там, этот, фамилия, отчество, полы иногда даже спрашивают. По фото определяют и подпись тоже определяют. То есть, они идентифицируют тот, кто несет ответственность за данную Вексель. А вот с их стороны, стоит за корючкой, ни фамилии, ни имени, ни отчества, ни должности, ничего нет. То есть, ответственность ноль. А самое главное, вот, концовка, без подписи Вексель считается недействительным. То есть, получается, смотри как, люди перестали, ну, стали, это, получать паспорта без росписи, получается, Вексель недействительный. Логично? Да. Поэтому они регламент быстренько поменяли. Ну, как быстренько? Три года у них ушло на это. И они сейчас обязательно требуют, чтобы расписались. Но народ и на это придумал свою фишку. Пишут CFBite, то есть, под принуждением. Слушай, все сходится. Все сходится, я принудил, что это Вексель. Я давно так считал, что это Вексель. Но у меня не было вот таких детальных, знаешь, прям пониманий. Вот, Игорь, видео посмотрел по протоколам, вот, у тебя тоже записано. И все, и я прям сразу тоже взял этот, думаю, ах, е-мое, давай обникать. Ну, вот, а слева, зачем она, что, просто так за корючку ставит? Вот, кстати, еще один нюанс, вот, хочу сказать по этому паспорту. Я этот паспорт сдавал когда? Угу. Он был разрисованный. Сразу, как открываешь слева фарзат, и вот эта страница, первая паспорт гражданина Российской Федерации, прям ручка измалеванная вообще в дрова. Ну, дети побаловались. Вот, обратно вернули, прикинь, ну, сняли с регистрации и отдали. Действительным, получается, они его действительным признали. А он проходит проверку на действительность, нет? О-о-о, не проверял, не проверял, посмотрю. Ага, смотри. Ну, уже, уже суд был после этого, после снятия с регистрации. И чего, прокатило? Не, не прокатило. Подожди. Все равно там тысячу штрафов влупили. Подожди. Там сто, сто интересно было. А ты этот паспорт применял где-то вот с этим, с каляками-маляками детскими? Нет. В суде у меня паспорта не было. Ага. Но спрашивали, зарегистрирован, нет. Я говорю, персона снята с регистрации. Угу. Антон, я паспорт вообще, это, я месяца три-четыре не пользовался, при том, что во всякие разные структуры ходил. То есть, прям специально бьюсь на почте, бился этот паспорт, сколько ни показывать. Вплоть до того, что пока им справку не принес, вот тогда они мне стали давать. В некоторых почтовых отделениях по телефону идентифицируют, опять же, он к паспорту привязан. А если бы уже был паспорт недействителен, да, там, то и номер телефона могли бы тоже, я и такое слыхал, что паспорт, когда он действителен, с телефоном, с номером проблемы начинаются. Какую справку ты на почту принес? То, что паспорт сдан. Я с ними там переписку вел, там, три раза они мне, три раза я им, там, и заявление на них писали, вовле, и заявление. И там, вплоть до, это как раз центральное отделение, у нас 550 тысяч населения, и вот оно самое, почти там, главный. Мы там всех отнивших девчонок, отдел, потом средний начальник, потом самому верхнему там, ой, он не принимает, не принимает, зато мы-то это пришли, нам надо. Зашли к нему тоже, что за ерунда, говорим, почему почтовой корреспонденции без паспорта не дают. Я им доказывал, что военник является удостоверением личности. Там, законы федеральные, тудым-сюдым, вообще чихать. Ясно. Ну и что, удалось добиться? Да, я сейчас получаю. Мне, вот, даже видео есть, мне там, это, там, писем 10 отдали. Я говорю, а по какому документу-то вы даете? Она такая, не по какому. Все просто отдала. Иди отсюда, пока никто не увидел. Не знаю, у меня наоборот обратная реакция пошла, у меня полное понимание с почтальюным. Так им сначала надо было вставить дюлей, а потом уже все нормально улыбаемся. Некоторыми вот так. Ты что, сказку не читал? Сначала мертвой водой, а потом живой. Да, это да. У меня тоже там вначале конфликт был. Причем с начальником отделения. Потом я ее культурно поймал на этом, поговорил с ней, показал определенные бумаги и все. И пошло в полное взаимопонимание. Антон, у меня еще такой вопрос. У тебя волеизъявление самоопределения есть? Нету. Нету, ничего не писал. То есть, как есть документы, так и есть ничего. Это ты говорил в виде живым словом, да? Ну да, у меня есть, точнее, в эфире есть видео, НТВ признал живого человека. Видел. Видел. Самое лучшее доказательство. Действительно. Федеральный канал. Ну, это ж тебе надо было так, это, пройти путь такой, чтобы там оказаться и сказать, что надо. Ну, мы как думали, что они нам приехали помочь? Я-то знал, что они приехали компромат снимать. Но я не думал, что они настолько жесткий компромат снимут, что типа мы-ка там какие-то сегданты, что-то такое. Я, короче, целую неделю переживал. Ну, думал, да как так, как это, как заснять такое видео, чтобы вывернуть все это в правильную сторону. А потом меня осенило. Ё-моё, так они же меня живым на весь мир заебили. И я тут же этот ролик заливаю к себе и пишу. НТВ признала живого мужчину. Благодарство. И без всяких документов. Ну, надо вот тоже осознавать. Вроде как бы тебе иногда и пакость хотят сделать. Как вот эту пакость использовать во благо? И, в принципе, и пакость это теперь не назвать. Хорошее дело люди сделали. Помогли человеку. Ну, и представь реакцию тех, кто заказал этих НТВшников, чтобы они сюда приехали. И начали снимать это видео. А потом я такой довольный говорю. Благодарствую. Ё-моё. Всё. Больше никого туда не звать. Всё. Забудьте про них. Ну, так и получилось. Там ещё местные СМИ пытались что-то тут это. По поводу живых что-то это. Пришлось тоже определённые действия предпринять. Чтобы даже местные журналисты забыли вообще про нас. Я не знаю, что так к всему живым относятся. Вот так вот. Есть же свидетельства, не свидетельства, медицинская справка о рождении. Там так и прописывается в мире живорождённый. Ты понимаешь, что люди, которым по 40-50 лет, они не помнят, что было 40-50 лет назад, они давно свои бумаги не смотрели. У них в глазах и в мыслях только одна цель. Побольше бабок срубить. И побольше отдохнуть в субботу-воскресенье. Всё. И я вот знаешь, что я думаю. Те, кто сейчас думает побольше бабок срубить, они вот этих вещей, у них нет времени на это, вникать в эти вопросы. Я не знаю, это какой-то такой, знаешь, фильтр. Если вот ты такой корыстный, как бы, человек, цель у тебя, ну, скажем, неблагие, то информация тебе вот эта не дойдёт. Вот даже сейчас, да, в видео, вот в этом, много будет, много уже озвучено таких, ну, очевидных вроде фактов, да. Бери и вникай просто, читай, разбирайся. Уже есть конкретные отсылки к каким-то законодательным актам, а там по цепочке только начни. Всё, дойдёшь. Нам, кстати, надо вместе это делать. Вот я почему ещё тебе позвонил, и вот как ты говоришь, разговаривай там, вот, смотрите, чтобы, как бы, вот эти знания как-то консолидировались. То есть я вот один что-то вот эти какие-то штуки увидел. У тебя на канале, в принципе, такие люди собираются, которые роются, копаются, которые вот стараются разобраться. Именно каждый по крупице, но всё-таки, я думаю, разберёмся, что это нам тут. Завернули в этом паспорте. Я бы, кстати, советовал завести отдельный плейлист по части того, чем является именно наш документ. То есть там конкретная тематика по документам, реферским. То есть прям такой разбор. Потому что каждый документ является ценой бумагой. Рук не хватает. У меня знаешь, сколько дел? И вот если я вот сейчас восстановлюсь, да, не буду принимать звонки, не буду никуда там выезжать, новые репортажи снимать, не прекращу все походы там в суды и т.д. и т.п. То у меня дел примерно на два месяца вперёд. Вот столько дел надо сделать. А руки только две. Аналогично. Ну, а что, голова в помощь этим двум рукам. Ну, не задница же. Хотя и задница тоже. На ней эти, как их, ягодичные мышцы помогают передвигаться. Ну, а ещё иногда, когда по ней прилетает, это голова и руки шевелится начинает. Да, да, да. Ладно. Что, у тебя есть ещё что-то интересное сказать по отчасти парпорта? Да есть. Закончили? Ну, я считаю, что достаточно. Нужно завершать разговор. На следующую серию оставим. Вот это ты меня, конечно, обрадовал. Я вот это что-то давно не обращал внимания, что тут именно позолота. Ладно. Всё, до связи. Кирилл, Новокузнецк. Маленькую рекламку сделаю. Ставишь, не ставишь. Давай. Канал, там всего два видео. Да, если Ран и Лен не носят маску, две части. Там весь расклад по масочному режиму, как меня там три месяца прессовали в этом магазине, как пытались там уволить, отстранить, там запугать. Менты там забирали с магазина, там что только не было, что только у каких бумаг только не писали. Но я до сих пор там работаю. Молодец. Началось это с сентября того года. Молодец. Многие спрашивают в магазинах, говорят, а как без масок работать? Я говорю, смотрите видео там в пятерочке женщина. Ни разу маску не надевала, кассир. Вот еще один. Я с ней созванивался. А? Я с ней созванивался, общались. На связи быть с адекватными людьми. Ну вот, замечательно. Так, ты мне скажи, твой номер телефона можно разместить для всех? Потому что меня просто задолбают. Меня постоянно. Вот с кем не запишу интервью. Антон, дай контакты. Дай контакты. Да. Да, указывай номер телефона. И если у кого-то есть какая-то информация по паспорту, или какие-то там положения, или по каким-то другим документам, я вот сейчас как бы, ну, копаюсь в этом, пытаюсь понять, что это такое, как его все-таки нам этим пользоваться, пожалуйста, обращайтесь, звоните. Там на видео говорю, и ты, Антон, размещай. Добро. А я тебе хочу сказать, что Творец наконец-то услышал мои молитвы, потому что я уже где-то месяц в голове кручу мысль, и недели две я его даже озвучиваю, что я мечтаю о том, чтобы мне поступил звонок не «Антон, дай, 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 посоветуй, порекомендуй, и подумай за меня», а кто-то позвонил и сказал «Антон, я тебя сейчас научу, и вот это вот расскажу». И вот ты первый, кто позвонил за месяц, и начал мне что-то рассказывать. А я так и хотел, в смысле, дать людям. Ну, не только тебе, получается, ты сейчас всем это дашь информацию. Я сейчас тут один, ты не забывай. Помни, помни, зарубил себе нато. Не надо, а то нос отрубишь, просто запомнить. А это и есть мысль этого выражения запомнить. Ладно, что, прощаемся. Добро, благодаря тебе звонок. Очень рада вас позадать. Доимно тоже. Благодарствуем за общение. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok